Артур Томас Лоткин Артур Томас Лоткин Артур Томас Лоткин Артур Томас Лоткин Но Эндрю был там всего лет 30 того назад. И потом по пятницам вечером отец никого не принимает. Не беспокойся, сегодня он будет на седьмом небе. Я кое-что принес. Вот. Что это? В этой бутылке BX-124. Это средство для уничтожения сорняков. Заветная мечта каждого садовника. Он ждал этого полгода. Открой. Это, вероятно, полицейский инспектор. Как поживаете, миссис Беннетт? Благодарю вас, хорошо. Ужасно невежливо признаться, но я не знаю, с кем говорю. Я Тимоти Грек. Живу через два дома от вас. Мне кажется, вы знакомы с моей матушкой. О, конечно же. Но почему я не знаю вас? Я был в Оксфорде, а каникулы провел за границей. Оксфорд. Мой сын поедет туда в октябре. Чудесно, не правда ли? Конечно. Извините меня, я пришел к мистеру Эндрю Беннетту. Хотите видеть моего мужа, становитесь в очередь. Ну, в воскресенье я улетаю в Западную Африку. А что общего у моего мужа с Западной Африкой? Ничего, но он кузен Дункана Беннета, издателя. Да, издатель Беннетт, наш единственный выдающийся родственник. Я написал книгу и думал... Получить от него рекомендацию? Да. Боюсь, мой муж сочтет неприличным использовать это родство. А что представляет собой ваша книга? Детективный роман. Детективный? Майкл, дорогой, если полицейский инспектор Майкл придет сейчас, он непременно столкнется с Эндрю. Ступай, встреть его и скажи, чтобы он пришел в понедельник, когда Эндрю будет в конторе. Хорошо, мам. Мой муж блюститель хорошего тона. Увидев полицейского в доме, он расстроится. У вас неприятности? Пустяковые. Моя машина задела детскую коляску на переходе. Нет-нет, никто не был ранен. Мать ребенка вела себя очень разумно, но от толчка крошка проснулся и привлек внимание констебля. Обойдется штрафом. О, вы не знаете моего мужа. Он страдает от всякого проявления нескромности, гласности, дурного тона. Вот как? Если меня вызовут в суд по обвинению в нарушении общественной безопасности, он покинет округа. Да ну что вы. Нет, и в то же время он восхитителен. Благослови его, Господь. Все его поступки можно предсказать заранее. Когда он войдет, первое, что он сделает, подойдет к камину. А зачем? Поправит картину, возьмет одну из шести трубок с камина и повернет ее противоположным концом по отношению к остальным пяти. Ох, и вы можете дышать в такой атмосфере? Женщина живет с мужем, несмотря на его недостатки. Эндрю существует ради трех вещей. Своей семьи, своего дома и своего сада. Прикольно. Ничто другое в мире не имеет значения. Недавно он получил первую премию на выставке Георгина. Да что вы говорите? Я вот тут болтаю о нем, а сам Эндрю говорит мало. Он только ходит и водворяет на место сдвинутые предметы. Чтобы он заехал на пешеходную дорожку никогда. Или чтобы он прочел детективный роман? Да, да, преступления не его сфера. Они должны быть обнаружены соответствующими должностными лицами и наказаны в соответствующих судах. Совершенно верно. Боже, идет инспектор Майкель. Один. Выходит, Майкель его не предупредил. Извините, но я должна его встретить. Да, да, конечно. Входите, инспектор. Добрый вечер. Добрый вечер. Знакомьтесь, это мистер Грег. Пишет детективные романы. Сочувствую. Миссис Байнетт, я уверяю вас, если бы я дежурил в этот день... Поймите, инспектор, никто не пострадал. Женщина была счастлива, ребенок счастлив. Все были счастливы до тех пор, пока констебры... Да я понимаю, но вы въехали на пешеходную дорожку и ударили по колесам детской коляски. Заделай их. Да, но мой констебры записал, ударили их. Ну, я уверена, он получит повышение в чине. Да нет, как это не прискорно. Вам все-таки придется предстать перед судом и дать объяснение. Хотя, конечно, это чисто и формально. Психо. Идет мой муж. Умоляю вас, инспектор, ни слова о суде. Добрый вечер. Эндрю, ты пришел раньше обычного. Вряд ли это возможно, дорогая. Знакомься, Эндрю, это мистер Тимоти Грек. Добрый вечер, сэр. Добрый вечер, сэр. Я не уверена, что ты знаком с инспектором Малькульмом. Знаком? Как же знаком? Какие-нибудь неприятности? Ох, нет, слава богу, нет, сэр. Я просто пришел спросить. Не согласитесь ли вы и миссис Беннетс не зайти до балла в полицейском управлении 17 ноября? Сбор пойдет на благотворительную деятельность полиции. А можно купить билеты и не присутствовать на баллу? Как вам угодно, сэр. Я возьму два. Очень обязан с вашей стороны. Я принесу билеты в воскресенье вечера. В любое удобное для вас время, инспектор. Мама, мама, по-моему, я его пропустил. А, инспектор, здравствуйте. Здравствуйте. Майкл, проводи, пожалуйста, инспектора Малькульма. О, не-не-не, пожалуйста, не беспокойтесь. Я сам. До свидания. До свидания. До свидания. Эндрю, в воскресенье мистер Грек улетает в Западную Африку. Очень любезно, мистер Грек, что вы пришли попрощаться с нами. Ну, это не единственная причина. Отец! Ну-ка, взгляни на бутылку. Что это? Голубая мечта каждого садовника. BX-124. Последнее достижение. Бьет без промаха. Дай посмотреть. Средство для уничтожения сорняков. Боже мой. Представляешь, ты будешь единственным садовником в Англии. Продажу этот порошок не поступит. Почему? Потому что он смертелен в чай или в кофе. Ну, кому же придет в голову класть его в чай или в кофе? Я не знаю, но в твоих руках первый и последний образец. Я... Я очень благодарен тебе, Майкл. Желаю вам добиться наилучших успехов, сэр. Спасибо, спасибо. Вы что-то хотели сказать, мистер Грек? Всего лишь то, что я написал книгу, и прошу вас порекомендовать ее вашему кузену Дункану Беннету. Понимаю. А что за книга, мистер Грек? Детективный роман, сэр. Детективный? Да. Понимаете, мой главный герой верит, что он открыл безукоризненный способ совершения преступления. Но рекламировать подобные вещи аморально, мистер Грек. Художественная литература меня не интересует. И преступление так же. Но если вы оставите рукопись, я просмотрю ее. Нельзя же рекомендовать то, чтобы я не знаком. Когда вы улетаете? В воскресенье, сэр. Зайдите завтра вечером. Вы очень добры, сэр. Кто бы это мог быть? Это сеньор из Южной Америки. Его зовут Педро Хуарес. Что это значит? Ну, разве ты не пастом овец или еще кого-то? Я был там лет тридцать назад, но не пастухом. Хуарес сын человека, с которым мы вместе работали, и он хочет пожать твою руку. Он, очевидно, соскучился там за дверью. Майкл, открой ему. Конечно, мам. Сильвия, сегодня пятница. Ты могла бы избавить меня? Дорогой, он позвонил двадцать минут назад. Он специально приехал сюда, чтобы повидаться с тобой. Я пришел. Повернулся сюда. Да, да. Проходите, пожалуйста. Спасибо, точно. Вот и я. Улицы его ведут сюда, а Педро идет за ними. Сеньор, вашу журочку. Как я рад встрече с такой прекрасной сеньорой. Добрый вечер. Сеньор Беннетт, наконец, я могу пожать руку другу моего отца. Сеньор Хуаррес, я боюсь, вам придется напомнить. О, с собой разумеется. Много воды, утекло, много бостов пройдено. А это сеньор? Это мистер Грек. Добрый вечер. Сеньор Грек. Я помешал, да? Вовсе нет, я ухожу. Буэнос ночес. Адьос. До завтра, мистер Беннетт. До завтра. Извините меня, сеньор Хуаррес. Я должна позаботиться об обеде. Рюмку Херреса, сеньор. О, спасибо. Прошу вас. Спасибо. У вас прекрасный дом. Прекрасная сеньора. О, такой красивый мальчик. А мой сын едет в Оксфорд. А там автомобиль, заводик? Там еще и учат. Да, у меня есть и дочь. Работает с секретарем офтезиатра. Я прошу прощения, сеньор, я не понял? Я сказал офтезиатра. Это доктор по левочным болезням. А, ну, в таком случае за сеньориту и, как вы сказали? И офтезиатра. О, офтезиатра. А, да? Прекрасный Херрес. А вы, сеньор, вы счастливый человек. Я, с вашего позволения, наполню свой бокал еще раз, потому что я на этот раз хочу выпить за вас. Весьма признателен. Сеньор Пас. Да. Расскажите, а где я встречался с вашим отцом? А, вы никогда с ним не встречались. Прошу вас объясниться. Из Южной Америки приехало 20 отборных парней в гости к британскому правительству. Мы смотрим палату общин, собор Павла. Мы едем в Виндзор, Стратфорд. Зачем? Изучаем английский образ жизни. Приятные путешествия, счастливые товарищи, множество мест, но в одном из мест мы проводим большую часть своего времени. Ой, что такое? Ой, черт. Что с вами? Ой, сердце. Сердце? Сеньор Хуарес. Чуть-чуть-чуть. Присядьте, пожалуйста. Присядьте. Что же с вами? Быть может, дать вам воды? Нет-нет-нет-нет. Нет-нет-грасиас, сеньор. Ой. Ой, сейчас. О, Педро. Педро лучше теперь. Время от времени сердце проделывает со мной такие штучки. Но негодный товарищ. Карамба. В один прекрасный день, однако, негодная победит. О, грасиас, сеньор. Русал Олегович. Да. Я что-то такое говорил вам. Да, вы рассказывали, где вы и ваши спутники проводите большую часть времени. А, да. В Скотланд-Ярде. Вы знаете Скотланд-Ярд? Я там не был. Звукозаписи допросов, отпечатки пальцев, фотографии жертв. Ужасно, но мило. Моим коллегам особенно интересно. Кто вы такие? Полицейские чиновники, сеньор. Некоторые главные полицейские, некоторые не такие главные. Педро, полицейский начальник. Полицейский начальник? Да. Откуда? Гвалкадор. Гвалкадор? Гвалкадор, сеньор. На высоте трех тысяч метров. Жаркое солнце и снег, и население, и рынок, где продается все на свете. Прекрасная страна. Хорошая работа для полицейских начальников. Полно наживы на обходных путях. Сеньор Хуарс. Не будете ли вы, наконец, любезно сообщить, что привело вас в мой дом? О, да. Первая обязанность полицейского начальника изучить все, что записано в наших картотеках. В картотеках? Да, сеньор. Он должен знать в лицо всех не очень хороших людей. Знать, где они находятся и что они делают. Он должен знать дела, которые кончились, и те, которые еще не кончились. Очень долгая работа для Педро. Много ночей, много имен. Пока, наконец, он не натыкается на давнюю историю. Историю? Какую историю? Историю, сеньор, про молодого человека, который приехал в Гвалкадор из Англии, чтобы купить и продать овец. Который встретил соотечественников. Они водят его во все места, ага, ж весело. Однажды ночью в кабачке к столу молодого человека подошла Анита Лапаласка. Анита? Это Лапаласка, сеньор. В Гвалкадоре номер прима. Молодой человек идет сеньорит. Я не знаю, с какой целью. В комнату наверх. Анита плохая девушка пытается украсть бумаги. Она действительно пыталась украсть бумаги. Да, сеньор. А молодой человек говорит, отдай назад. Анита не такая девушка, которая что-либо возвращает. Они борются на балконе. А Анита против балюстрады. А высота 10 метров. Камень распадается. Несчастный случай. Но те, что стоят внизу, видят и говорят. Молодой человек сердится. Пихает Аниту. И потому она падает. Да. Затем появляется полиция. А вот, кстати, посмотрите, сеньор. Вам будет любопытно. Вот фотография, вот еще одна этого молодого человека. Фотография многолетней давности. Красивый кавалер, правда? Вы помните, сеньор? Ну, это был действительно несчастный случай. Я... Я 27 лет старался забыть. И мне не удалось, потому что... Потому что частично я... Был виноват. О, вы не были виноваты ни в какой степени. Балюстрада разрушилась. Сеньор Кварес. Я не знаю, зачем вы возвращаетесь к этой истории. Полицейские приняли от моей фирмы тогда некоторую сумму денег. И разрешили мне покинуть... Валкадор. Но протокол гласит, что этот молодой человек скрылся от полиции и не был найден после долгих розысков. Когда он будет пойман, он будет привлечен за убийство Аниты Лапаласка. За... За убийство, сеньор. Мне все еще не ясно. Зачем вы пришли? Из чувства долга. Я говорю себе, нет. Она была красивая, сеньорита, а он убил ее. Но сейчас у него есть красивый дом, хорошенькая жена. Он председатель крикетного клуба. Я не убивал ее. Я знаю. Но в полицейском протоколе... Ваше имя. Долг Педро попросить английские власти... Выдачи преступника. Преступника? Вы сказали, выдачи преступника? Именно, сеньор. Вы сошли с ума. Вы сошли с ума за проступок 30-летней давности. Вы... Вы не имеете ни малейшего юридического основания. Я тоже... Я хорошо вас понимаю. Я тоже так думаю, сеньор. Но... Для вас, сеньор Беннет, достаточно, чтобы местные газеты сообщили... Председатель крикетного клуба разыскивается полицией... Из-за убийства в Гвалкадоре. А, небольшой сюрприз для жителей Окенхэма. Понимаю. Шантаж. Сколько вы хотите? Я прошу прощения. Сколько? Сеньор, какое грубое слово. В Гвалкадоре шантажом занимаются только самые плохие люди. Долго сидят в тюрьме. Педро не приехал шантажировать. Сколько? Пятьсот тысяч. Испанскими деньгами звучит очень много. А английскими деньгами пять тысяч фунтов. У меня их нет. Может быть, сеньор не понял. У меня... Мне только стоит показать свою картотеку в Скотланд-Ярде. Я не хочу неприятностей ни вам, ни сеньорю, ни мальчику. Упаси бог мне. Мне нужны только беседы. Понимаю. А теперь поймите меня вы. После того, как я выкупил дом, у меня ничего не осталось. Ничего. Никаких сбережений. Но, сеньор. Для того, чтобы сделать то, о чем вы просите, мне пришлось бы. Продать дом и все, что в нем находится. Мне пришлось бы уехать из Окенхэма. Мне пришлось бы начинать жизнь сначала. Вы... Нет, вы... Вы просите невозможного. Что это значит? Браво. Браво, сеньор. Великолепная речь, сеньор. Я не верю ни одному ее слову. Итак, к делу. Вот вам моя карточка. Завтра вечером позвоните мне по этому номеру. В воскресенье я приеду за деньгами. Если ответ будет нет, в понедельник утром мы встречаемся с представителями прессы. Педро Хуарес будет в состоянии объяснить, почему его поездка в Англию оказалась удовлетворительной. Сеньор Хуарес, человека можно довезти до кожести. Ну как? Вы поболтали, уютно и мило? Сеньор Хуарес уходит. Увы, сеньора. О, очаровательно. Женщина возится на кухне, как рабыня. А когда она готова выкурить папироску и выпить глоток вина... Вы так же любезны с дамами у себя на родине, сеньор Хуарес. Дома, сеньора, мы просто пребываем у их ног. Ну почему ты не умеешь говорить таких вещей о Эндрю? Адьос, сеньора. Не думала, что английские были так красивыми. Я не поняла, что все это значило, но звучало восхитительно. Он тебе не понравился, дорогой? Чрезвычайно. Ты вспомнила его отца? Я никогда не был знаком с его отцом. Обед готов? Да. Ну, а в таком случае почему? Моя дорогая, открывать двери незнакомым людям не рекомендуется. В субботу, девять часов вечера. Мама, давай спускайся. Дорога свободна. Он в кабинете. Стою у двери, пока я не уйду. Может, ты мне расскажешь, в чем дело? Я иду к владелице детской коляски. Она вполне современная женщина, ничуть не была расстроена. Считает, что прав не констебль, а я. Так. И я хочу, чтобы она все это подтвердила в суде в понедельник. Если твой отец спросит, где я, то я в ванной мою голову, понял? О, простите. Добрый вечер, миссис Беннетт. Добрый вечер, мистер Грег. Я хочу быть откровенной. Мой муж не притронулся к вашей книге. Ага, ну что ж. О, нет, он обещал. Но он был сам не свой со вчерашнего вечера. Правда, Майкл? Да, малость угрюм. На вашем месте. Я бы просто рассказала ему вкратце всю историю. Не обижайтесь, если он не будет слушать или уснёт. Художественная литература для него пустая трата времени. А детективы подавно. Меня не огорчит его равнодушие, миссис Беннетт. Лишь бы только он рекомендовал мой роман своему кузену. О, он это сделает, я гарантирую. А теперь я должна идти. Майкл. Да, мама. Скажи отцу, что мистер Грег здесь. И напомни, кто он и зачем пришёл. Желаю успеха вашей книге и приятного путешествия. Благодарю вас. Ну что, вы готовы к нападению? Да. Ну, тогда я извлеку старика. Отец, к тебе, Тимоти Грег. О, добрый вечер. Мистер Грег. Добрый вечер, мистер Беннетт. Где твоя мать? Моет голову. Садитесь. Я тебе нужен? Нет, не думаю. Ну, тогда я прошвырнусь, а глотну в воздух. Глотни, глотни, сынок. Итак, о вашей книге, мистер Грег. Я понимаю, у вас не было времени просмотреть её. Может быть, мне просто ознакомить вас с сюжетом? Да, сделайте одолжение. Роман называется «Убийство без улик». Простите, без чего? Без улик, сэр. Вам нравится заглавие? Да, пожалуй. Убийство без улик. Сюжет, шантаж почтенного гражданина. Шантаж? Да, да, шантаж. А почему именно шантаж? Существуют ведь другие преступления. Мужество, сэр. Ну, а шантаж хороший ход, если автор рассчитывает вызвать симпатию к убийце. Здесь нет тайны. Читатель знает, кто убийца и должен следить только за его действиями. Но вряд ли почтенный гражданин испугается шантажа. У каждого из нас, сэр, имеется семейная тайна. Разве не так? Пока, пожалуй, что... Лично я еще недостаточно прожил, но я не сомневаюсь, что со временем... Вы обретете тайну, достойную убийству? Да, возможно, сэр. Скажите, а что вынуждает почтенного гражданина совершить убийство? Угроза, что он будет скомпрометирован в глазах тех, кто его уважает. Тайна вашего героя? Расстрата, сэр. А если бы ваш гражданин отправился прямо в полицию? Добровольно сдаться? Исключено. А денег у него нет тогда или разорение, или убийство? Не приложено, сэр. Но... Но приличный и благонамеренный человек... Да уничтожив. Шантажиста он окажет благодеяние обществу. Ведь в руках одного негодяя счастье четырех невинных людей. Усправедливо. А что заставляет героя думать, что все сойдет ему с рук? Судите сами, сэр. Все строится на том обстоятельстве, что его дом находится рядом с домом доктора. Чей дом? Почтенного гражданина. Понимаю. Ну, назовем его Икс. Икс. Итак. Шантажист Игрек. Так, 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 шантажист Игрек. Должен прийти к нему в восемь часов за деньгами. Ага. За пятнадцать минут до его прихода наш герой Икс звонит доктору. Говорит, что он прибыл в этот город впервые и звонит из отеля около вокзала. Что у него слабое сердце. Сердце? Да, сердце. Он чувствует себя неважно и хочет показаться доктором. Интересно. Доктор указывает ему, как проехать. И... И шантажист приезжает к Иксу за своими деньгами. Так. Икс дает ему последний шанс отказаться от сделки. А когда тот настаивает, кладет ему в вино я. Ты дальше? Так у Игрека пролит сердце. Да, ну, естественно. Икс звонит доктору и говорит, что к нему зашел чужой человек, по-видимому, спутав его дом с докторским. Понимаю. У него начался сердечный приступ. И... И он упал. Упал. Доктор приходит к Иксу и говорит, что это как раз тот, кто звонил ему 15 минут тому назад со станции и дает свидетельство о смерти, наступившей в результате происхождения. Так. Так, 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 так. Ну, нет, я не понимаю, как это вам пришло в голову? Мой дом находится рядом с домом доктора. Так же, как и ваш сэр. Мой? Ну, только ваш с другой стороны. Вам остается только представить себе, что шантажист пришел в ваш собственный дом. Я понял. Но... Но будет следствие. Разумеется. И следствие установит, что человек, жалующийся на сердце, записался на прием к врачу и случайно попал в соседний дом. Ну, я... Мистер Грэг. Все-таки было бы лучше, если бы вы оставили рукописи. Да. Пожалуйста, сэр. А как вам нравится идея с ядом, который Икс высыпает в вино? А вы думаете, он согласился бы? Кто, сэр? Шантажист. Выпить. Если бы я пришел в дом человека, семью которого собираюсь ограбить, я не стал бы пить его виски. Вы могли бы выпить чашку кофе. Да, но я дал бы хозяину выпить первым. А я как раз так и написал. Шантажист успокоился и согласился. Мне кажется, мистер Грэг, идея вполне правильная. Да, но где он достанет яд? Лучше бы яд попал ему в руки каким-нибудь естественным путем. Вот почему мне стало немножко завидно, когда ваш сын принес домой и поставил на камин смертельный яд, и к тому же белый. Да, действительно, белый. Белый. А что же касается семьи Икса, то от нее нужно избавиться. Так что, уничтожить семью Икса? Да нет, удалить. Только на один вечер. Они не должны увидеть труп. Мистер Грэг, там была еще одна деталь с телефонным звонком. О, да, сэр. Ну, неужели доктор не узнает голос Икса? Я имею в виду, раз они оба были соседями в течение нескольких лет... Да, без сомнений, узнает. Голос должен быть изменен. Изменен? Знаете, это не так уж трудно. Я не пробовал. И если какой-то человек говорит, что он приезжий и звонит с вокзала, кому придет в голову, что звонит ваш сосед? Да, действительно. Понимаете ли, заслуга моего плана простота. Простота убийства. Да я уверяю вас, сэр. Я не собираюсь совершать убийство, но будь у меня в том нужда и имея я счастье жить рядом с доктором, это был бы единственный способ, который бы я выбрал. Выбрали бы. Без сомнения, сэр. Спасибо. Мистер Грэг, спасибо. Все было очень интересно. Вы оставьте вашу рукопись, я с удовольствием просмотрю ее, прежде чем рекомендовать кузену. Вы когда улетаете в Африку? Завтра, сэр, рано утром. И долго вы там пробудете? Двадцать лет, сэр. Я получил постоянную должность. Вы будете, конечно, приезжать домой в отпуск. Каждые четыре года. Через четыре года. Я провожу вас. Я желаю вам счастливого пути, мистер Грэг. Через четыре года. Через четыре года. Боже мой, уже не доктор не узнает голоса. Здравствуй, дорогой. А, вот и ты, дорогая. Мистер Грэг ушел? Только что. Ты вернул книгу? Нет еще, нет. Тогда я почитаю ее на сон грядущий. Оставь ее там, где она лежит. Но почему? Рукопись доверена мне. Она останется у меня до тех пор, пока я не решу, какой дальнейший шаг мне следует тут принять. Может быть, ты будешь, что ли, любезной и подойдешь к телефону? Алло. Эн, дорогая. Откуда ты говоришь? Что ты там делаешь? Нет. Я просто не знаю, что сказать. Изумительно. Эн, дорогая, я не могу представить себе. Нет, ты не должна так говорить. Ты прекрасно знаешь, что все будет хорошо, детка. Что такое? А, да, 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 конечно, я понимаю. Позвони позднее. До свидания. Что произошло? Эн только что обручилась с Джоном Марлоу, сизиатром, у которого она работает. Она так счастлива. Мне кажется, я в жизни не слышала такой радости в ее голосе. И как ты думаешь, что сказала наша глупышка? Она сказала, что такое счастье не может быть долгим. Обязательно что-нибудь случится. Что случится? Ты должен понять ее. Она выходит замуж за блестящего молодого человека. Ну и боится, что что-нибудь свалится нам на голову. Эндрю, я должна пойти сказать Майклу. Неужели... Майкл! Не узнает голоса. Алло, алло, говорит Уокенхэм 0742. Соедините меня в Оксхолл 9255. Синьор Хуарес, говорит мистер Беннетт. Я решил заплатить. Приезжайте. Завтра в 8 часов вечера. Воскресенье. Вечер в 7 часов 45 минут. Дорогой, пожалуйста, вот на подносе кофе, молоко и чашка, как ты просил. Спасибо. Удивительно, впервые за 25 лет ты просишь кофе после обеда. В моей просьбе нет ничего удивительного. Вы с Майклом уходите, а я буду работать. Кофе придаст мне бодрости. Я не вижу сахара. Ты пьешь без сахара? Черный кофе я пью с сахаром. Ты не пьешь черный кофе? Я хочу черного кофе и хочу его с сахаром. Я принесу кусочек. Предпочитаю сахарницу. Зачем тебе сахарницу? А вдруг я захочу вторую чашку? Уже без четверти 8, дорогая. Вам обоим пора выходить. Эндрю, не сочти меня неблагодарной. Ну, что заставила тебе купить нам с Майклом билеты на симфонический концерт? Я думал, вы будете рады. Не он, не я не любим классической музыки. Новый оркестр филармонии. Сегодня их первое выступление в Оркенхэме. Мам, ну ты готова? Мы идем или нет? Ну, идете вы или нет? А это, вероятно, такси. Такси? Я думал, вам приятно проехаться в такси. Но до концертного зала 300 метров. По радио обещали туман. Ранним утром? Но не в 8 часов вечера. Сильвен, если я счел нужным о тебе позаботиться. Спасибо, дорогой, но женщину следует предупреждать заранее. Где мой сахар? Вот сахарница, дорогой. Пойдем, Майкл. Идите, идите. И желаю вам приятно провести вечер. О, Боже. На столе нет второй чашки. Так, вот теперь хорошо. О, хорошо. Аллоу, это доктор Лок. Я... Доктор Лок. Я говорю... Изотель Белая лошадь. Меня зовут сеньор Хуаррес. А я приезжий. Мне не здоровится, доктор Лок. Сердце. Да, я хотел бы до возвращения в Лондон встретиться с вами. Приел. Через 15 минут. Грация, сеньор доктор. Доктор. Так. Так. Вот что. Взять бутылку. Взять бутылку. Пересыпать порошок от сорняков в сахарницу. Вот сахарница. Так. Боже, она полная. Куда же сахар? В стакан. Так. Теперь порошок из бутылки в сахарницу. Так. Так, хорошо. Так, сделано. А, сахар можно пересыпать? Можно. А, бутылка ведь свободна. Бутылка свободна. Вон бутылку. Только не просыпайтесь. Ну, а теперь все в порядке. Виски необходимо. Матук виски. Так. Ну, хорошо. Добрый вечер, мистер Байлент. Добрый вечер, инспектор. Надеюсь, я не помешал. Да нет, ни в коем случае. Я принес вам билеты на полицейский бал. Вот, пожалуйста. Да, да. Скажите, у вас найдется сдача с двух фунтов? Да, я не уверен. Но, впрочем, не имеет значения. Нет, но я занесу. Нет, нет, нет. Я с удовольствием пожертвую эти 15 шиллингов. Вот, получите. Спасибо. Ходите выпить стаканчик виски, инспектор? Да, спасибо. Я при исполнении служебных обязанностей. Как угодно. А это не кофе ли у вас на подносе? Кофе? Вот от него я не отказался бы. Вы пьете черный или с молоком? Да, пожалуйста, с молоком. И не слишком много сахара. Сахара? Да, да, да. Совсем немного. Минуточку, сейчас. Сейчас я только насыплю сахар в сахарницу. А пока, будьте любезны, инспектор, налить себе сами кофе. О, хорошо. Так, порошок из сахарницы в стакан. Сахар из бутылки в сахарницу. Слава Богу. А на улице какой страшный туман. Да. Как поживает миссис Беннер? Она хорошо, спасибо. А мистер Майкл? Он тоже хорошо. Рад слышать. Да, вы, кажется, просили сахар. Вот, кладите, пожалуйста, сами. А, спасибо. А много будет народу на танцах? Около трехсот человек, сэр. Много. Мне бы так хотелось побывать там. Ну, а в чем же дело? О, сэр, мы будем только очень рады. Ну, хотя бы потому, что это единственная возможность с вами побеседовать. Хотя, с другой стороны, как знать, один прекрасный день. Может быть, мы познакомимся и поближе. Каким образом? Ну, например, я арестую вас. Вы меня? Нет, нет, нет. Это шутка, конечно. Меня не беспокоит, сэр. Когда придет ваш черед, если он вообще придет, это будет что-нибудь совсем безобидное. Вроде... Вроде чего? Ну, вроде вы заедете на пешеходную дорожку или что-нибудь там еще. Спасибо. Мне кажется, заболтался. Спасибо за гостеприимство. Спасибо. Всего доброго, инспектор. Да, ну, я еще вернусь, сэр. Вернетесь? Да. Создачи, сэр. У, инспектора, я уверяю вас. Это... Да никакого беспокойства. Никакого беспокойства. До свидания. До свидания. Так, теперь надо... Да надо же вымать чашку. А теперь, да, где? Что? Ага, сахарница. Сахарница. Это стакан. Это стакан. Бутылка. Надо сахарную бутылку. Порошок и стакан. Опять сахарницу, сахарницу, бутылку. Слава Богу. Кажется, все... Все так. А я вас заждался, сеньор Хуарс. Тот же воскресный вечер. Та же гостиная в доме Беннетов. Восемь часов, пятнадцать минут. А я вас заждал. Добрый вечер. Прошу вас. Извините. Пошел по залу. Английский туман. Опять туман. Ой, очень сильно. И водитель такси ошибся, привез меня к соседнему дому. Вы... Вы не входили? Ой, я вовремя заметил медную дощечку с надписью «Доктор». Тедро, слава Богу, в «Докторе» не нуждается. Чашечку кофе. О, нет, спасибо, я не пью. Вы не пьете кофе? В Англии не пью. У нас дома он, божественный нектар. А здесь, извините, сеньор, жидкость для мытья посуды. Уверяю вас, в Англии есть и отличный кофе. Ну, если отличный, я попробую. Но, сеньор, прежде я хотел бы вам кое-что сказать. А, пожалуйста. Я хотел бы, чтобы вы как следует поняли, что вы хотите со мной сделать. Я человек, которого в городе все уважают. О, я знаю это, сеньор. Меня любит и уважает моя семья. Да. Жена, сын и дочь. Вам можно только позавидовать. Разоблачение, которое вы собираетесь сделать, свяжет мое имя с уличной женщиной. Но разоблачения не будет. Вам надо только заплатить деньги. Чтобы собрать такую сумму, мне пришлось бы продать мой дом и все, что я имею. Начать жить сначала, я вам уже говорил об этом. О, вторая молодость, сеньор. Сеньор, у вас есть деньги, иначе вы бы меня не вызвали. Вы даете их мне, а я даю вам полицейский протокол. Единственный, который существует. Он здесь, в моем портфеле. Это ваше последнее слово. Оно было первым, оно и последнее. Прошу ваш кофе. О, благодарю всем. Вы поймете меня правильно, сеньор, если я обращусь к вам с просьбой. С какой? Выпейте кофе первым. Вы меня обижаете, сеньор Хуарс. Разве я похож на отравителя? Нет. Как не казались и другие, которых я уличил. Пожалуйста. Вот. О, достаточно. Спасибо, сеньор. Вам с сахаром. О, пожалуйста. Можно побольше? С удовольствием. О, благодарю вас. Прошу вас. Сегодня вечером, сеньор, вы станете счастливым человеком. Надеюсь. Вы делаете жене и детям бесценный подарок. Вы покупаете для них будущее лишенное страха. Да. Но ваше здоровье, сеньор. Ваше. Сеньор. Сеньор Хуарс, не пейте. Простите. В чашке яд. Он был в сахарнице. Не пейте. А почему вы сказали мне об этом? Нервы не выдержали. Но вы пытались убить Петра Хуарса, начальника полиции Гвалкадора. Да. Гостя английского правительства, гостя вашего дома. Простите. Вы верломный Альбион, английский кровожадный убийца. Я согнулась пополам. Пожалуйста. Я захвачу в Скотланд-Ярд не только протокол. Я захвачу чашки с кофе. Не надо. Я прошу вас. Сидай в чашку. Они посмотрят. Они попробуют. Они повесят вас высоко. Весь Уокингхен. Увидеть своего сеньора Бенета. О. Что? О. Крамба. Сеньор Хуарс. Вам плохо? Сядьте. Вот. Сядьте в кресло. Сядьте. Сейчас. Сейчас я принесу воды. П-потерпите. Потерпите. Вот. Сеньор Хуарс. Хуарс. Выпейте воды. Педро. 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 Доктор Локк, говорит Эндр Беннетт, я прошу вас прийти немедленно, немедленно. Ко мне зашел незнаходец, и с ним случился сердечный приступ. Да, да, жду вас, спасибо. Боже мой, боже мой, он кажется не дышит, не может быть. Глоток виски. Глоток виски. Где же доктор? Добрый вечер, доктор Локк. Проходите сюда, пожалуйста. Я вам тут же позвоню, как только это случилось. Где он? Здесь, доктор. В кресле. Так. Ну что ж, мистер Беннетт, больше он никого не обеспокоит. Он мертв? Безусловно. Будьте добры, присядьте, я вам объясню. Нет, нет, надо. Я объясню. Нет, нет, его фамилия Хуарес, он чужой в нашем городе. Вы знаете? Так он звонил мне из отеля Белая Лошадь четверть часа назад. Да, сказал, что его беспокоит сердце, и что хотел бы повидаться со мной перед отъездом. Но, вероятно, в тумане попал не в тот дом. Наверное, он спросил меня, когда вы открыли ему дверь. Да, да, я хотел показать ему дорогу, когда он вдруг почувствовал себя плохо, и... Понятно, вы попросили его зайти. Да, усадил в кресло, а сам пошел за водой. А когда я вернулся, он был таким, каким вы его нашли. Ну, ну, вы сделали все, что могли. А что же теперь будет? А что? Я позвоню в полицию, они позаботятся о санитарной машине, чтобы отвезти его в морг. Так, теперь-то он их пациент. Что вы хотите этим сказать? Нет, 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 нет. То, что он пациент полиции. Они заберут его и выяснят, кто он, откуда приехал, что он делал в Окинхеме. А его портфель расскажет им все, что нужно. Доктор, может быть, стаканчик виски? Кто это? Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Мы сюда никого не пустим. А, это вы, доктор? Здравствуйте, я мистер Бернетт. Боже мой, инспектор, конечно, конечно. Вы можете войти. Мистер Бернетт, вот это я называю сервис. Полиция уже здесь. Чисто, русский, взятые. Взгляните. Ваш пациент, инспектор. Кто это? Его фамилия Хуарес. Нет, он, собственно, не должен был находиться здесь. Он направлялся ко мне, но мистер Бернетт впустил его, поэтому он скончался здесь, а не в моем доме. Я хотел бы, джентльмены, до того, как моя жена и сын вернутся, убрать отсюда мистера Хуареса. Вы, мои джентльмены, моя жена не рассчитывает найти труп в своем доме. Ай-яй-яй, какая неприятность. Конечно, конечно, мистер Бернетт, вы его обследовали, доктор? Да. Причины смерти восстановлены? Да. Паралик сердца. Ну, тогда помогите мне. Ну-ка, куда понесем? А давайте его сюда. Вот здесь, в морем кабинете, ему будет лучше. А то вы? Да. Ну, подисти, дон. А где его портфель? Слава создателю. Полицейский протокол. А теперь глоток виски. Так. Ну что, я вызываю санитарную машину? Да, пожалуйста. В какую скверную историю вы попали, мистер Бернетт. Мне тоже так думается. Да. А в котором часу вы впустили мистера Хуареса? Кого? У джентльмена, который теперь находится в вашем кабинете. Не могу сказать. Не можете? Не могу. Понимаете, весь вечер я только и делал, чтобы впускал людей. Они шли вереницей. Сперва вы. Потом сеньор Хуарес. Потом доктор Лок. Потом снова вы. Потом... Нет, но вы должны вспомнить. Инспектор. А где сдача за билеты? Где мои 15 шиллингов? Я... Я придёс их. Пожалуйста. Пожалуйста, получите. Спасибо. За этими должностными лицами нужен глазный глаз. Не правда ли, доктор? Мне кажется, мистер Беннет, вы немножко утомлены. Вероятно. О, санитарная машина. Сидите, сидите, мистер Беннет. Я открою. Благодарю, доктор. А я, пожалуй, выпью. Знаете, что я вам скажу, инспектор? Что, сэр? Я никогда не выпивал больше стакана за вечер. А сегодня? Около пяти. Тогда не пора ли остановиться? Пора. Это, может, не понравится, миссис Беннет. Миссис Беннет. Миссис... А здесь сегодня вторая вещь, которую я сделал впервые в жизни. Какая, сэр? Забыл про миссис Беннет. Это не санитарная машина. Это мистер Грэг. Добрый вечер. Как? Мистер Грэг. Разве вы не улетели? Мой самолет мне был отправлен из-за тумана, сэр. Понедельник, вечер, 6 часов 30 минут. Да, алло. Виолетта. Крошка, это я, Майкл. Да, отлично. Ну, мы встретимся? Ну, хорошо. Давай, давай через час. Ой, кто-то идет. Да, я улизну. Ну, все, пока. Ты видел вечернюю газету. Тут все написано. Что все, мам? Майкл, ты забыл, что я провела целое утро в суде? О, да, мама. Ну, и что же они пишут? Сейчас прочитаю. Миссис Беннетт приговорена к штрафу в 5 геней и уплате судебных издержек в Окинхэмском суде за то, что она не остановилась у пешеходной дорожки. Ее автомобиль угрожал жизни матери и ее ребенка. Миссис Беннетт получила серьезное предупреждение от магистрата. Но они просто перестарались. Оскорбление, клевета. А судебные издержки? Мало того, что тебя грабят на 5 геней, плати еще за то, что тебя ограбили. Ну, все, успокойся. Нет, Майкл, я никогда не успокоюсь. И не стой здесь, изображая сочувствие. Будь ты любящим сыном, ты осознал бы, что мое имя напечатано 4 раза. Причем один раз крупным шрифтом. Их газета попадает в каждый дом из сотни моих личных друзей женского пола. Будут упиваться каждым словом. И ты только представь, как этому отнесется твоя сестра и ее жених доктор Джон Марло. О, Боже, а что скажет отец? Когда прочтет. Ну, разумеется, уже после того, как его хватит удар. Привет, Майкл. А, мистер Грег, я полагал, что вы уже в Африке. Нелетная погода, туман. Ой, не огорчайтесь. Я пришел показать вам вечернюю газету. Я в курсе дела. Здесь названа фамилия. Крупным шрифтом миссис Беннетт. Да нет. Фамилия человека, у которого был сердечный приступ. Вчера вечером я пришел сюда около девяти, как раз после того, как у бедного Малого случился сердечный приступ. Мистер Грег, мы все знаем. Чрезвычайно трагично. Я очень жалею его, его родственников и детей, если таковые имеются. Но в газете есть и еще кое-что. А еще? Меня штрафовали на пять геней за потенциальное человекоубийство и заклемили как угрозу для общества, поместив мою фотографию, где я действительно выгляжу угрозой для общества. Ну что вы, миссис Беннетт. Поэтому вы должны простить меня, если я не в отчаянии за смерть иностранца, спутавшего наш дом с домом доктора. Простите, что сделавшим? Спутавшего дома. Дело в том, что мы соседи с доктором Локом. По-видимому, покойный позвонил доктору Локу и записался на прием. Так. Приехал через 15 минут, только вместо доктора попал к нам. Представляете, скончался у нас на коврике. И отец позвонил доктору. Так. Так, так, так. А где мистер Беннетт? На службе, разумеется. Вы ждете его сегодня обратно? С поездом 1805, на котором он ездит 34 года. И он приедет сегодня сюда? Он здесь живет, дружище. Через 5 минут он войдет в дверь и будет делать все то, о чем я вам говорила в пятницу. Подойдет к камину, поправит картину, возьмет трубку. А мне хотелось бы посмотреть, как он все это проделает именно сегодня. Самое главное, чтобы муж не увидел газету. Дайте мне газету. Миссис Беннетт, я не совсем хорошо понимаю. И не пытайтесь. Так, надо найти такое место, куда он не сунется. А, пожалуй, пожалуй, этот ящик в буфете подойдет. Мне кажется, он даже не знает его существование. Так, ты лазил сюда, Майкл? Нет. Но кто-то лазил, здесь бутылка с порошком. Это бутылка, которую я принес в пятницу. Что в ней было? Яд. Яд? Ну, я понимаю, он мог убрать сюда бутылку, но зачем он спрятал и сахарницу? Боюсь, боюсь, что у него развивается сахарный комплекс. Как вы сказали? Ну, посудите сами, мистер Грег. Вчера вечером он вдруг попросил кофе после обеда. Так. Первый раз за 25 лет. Так. И сахару кофе. Хотя он никогда не пьет кофе с сахаром. И только я хотела дать ему кусочек, а он заявляет, что ему нужна сахарница. Целая сахарница? Да, да, я принесла ее. А потом, оказывается, он прячет сахарницу в потайной ящик. Прячет сахарницу. Странно. Я открою, мам. Надеюсь, миссис Беннедфио не помешала. Ну, я в восторге, инспектор, видеть вас. Начиная с сегодняшнего дня, я собираюсь думать о полицейских с нежностью. За завтраком, ленчем, чаем и даже ужином. Миссис Беннедфио, если вам хочется посмотреть отчет в О'Кархем-центре... Мне чрезвычайно этого хотелось, и я уже посмотрела. Будьте добры, отдайте мне эту газету. О, добрый вечер, мистер Грех. Я думал, вы в Африке. Добрый вечер, я тоже так думал, сэр. Инспектор, отдайте газету мне. И, пожалуйста, не начинайте всю эту историю сначала. С минуты на минуту вернется мой муж. А он ничего не знает о моем тесном контакте с полицией. Что я вижу? На буфете эта бутылка. Какая бутылка? Ну, бутылка, из которой вчера вечером ваш муж, когда предложил мне кофе, наполнил сахарницу. Что он сыпал содержимое в сахарницу? Да. Я решил, что это глюкоза. А сегодня утром мне пришло в голову. А почему же он мог вообразить, что я нуждаюсь в глюкозе? Ну, в этой бутылке была не глюкоза. А что же там было? БИИКС-124. Это средство для уничтожения сорняков. Добрый вечер. Добрый вечер. Чем заслужил такую честь? Не знаю, зачем пришел инспектор, но почему он остался, догадываюсь. Да? Почему же? Он хочет спросить, почему ты положил ему в кофе средство для борьбы с сорняками? Мистер Беннад, вчера вечером, когда пил у вас кофе, я видел, как вы наполнили сахарницу из этой бутылки. А в ней, по словам вашего сына, отрава для сорняков. Да? Ну, для человека, выпившего кофе с отравой, вы выглядите исключительно хорошо, инспектор. Следовательно, эта отрава не слишком перспективна для моих сорняков. Но, пап, мой приятель из лаборатории говорил, что это стопроцентное средство. Твой приятель, видимо, не лишен чувства юмора. Ты что, хочешь сказать, что он надул меня? Этим порошком он убил крысу. Яд бесспорно смертелен. Они даже опечатывают его на ночь. Боже мой. Смотрите. Смотрите, господа. Беру бутылку. Насыпаю порошок себе на ладонь. А, Андрю, что ты делаешь? А, Андрю. Спокойся, успокойся, господа. Глотаю и... Судя. Мистер Бен, это она так. Нет. Видите? Я жив-здоров. По-видимому, у крысы было расшатано здоровье. Да. А чего хочет мистер Грег? Еще раз попрощаться перед отлетом в Африку, сэр. Еще раз до свидания, мистер Грег. Смотрите, я приобрел экземпляр газеты в Окенхэм-центре. Зачем ты ее принес, эту паршивую газетенку? Мне есть нечто занятное. Сюрприз специально для меня, как мне сказали. На четвертой странице. Ну-ка, конечно. Как выращивать дыни под колпаками. На четвертой странице напечатано еще кое-что. Что же? Отчет о том, что произошло вчера вечером в вашем доме. Подробности, фамилия покойного. Фамилия? Да, мистер Беннетт, эта фамилия беспокоила меня весь день. Я почему-то слышал эту фамилию, но не мог вспомнить, где. Кто в этом мог быть? Возможно, это доктор Локк. Я позвонил ему и попросил зайти. Зачем? Чтобы задать несколько вопросов по поводу вчерашних событий. Майкл, впусти доктора. Хорошо, пап, я открою и пойду прогулять. Эндрю, можно я теперь прочитаю о дынях? Дай мне газету. Свое время, дорогая. Ну, пока ты будешь беседовать с инспектором, я... Вряд ли инспектор меня задержит, дорогая. Эндрю, пожалуйста, дай мне газету. Добрый вечер, господа. Добрый вечер, добрый вечер. О, миссис Беннетт. Так они вас выпустили. Откуда выпустили? Из тюрьмы, мистер Беннетт. Из тюрьмы? А, понимаешь, Эндрю, инспектор, пожалуйста, объясните вы... Да, просто миссис Беннетт видели выходящий из полицейского участка. Она приходила туда за билетами на танцы в полиции. Да. Танцы в полиции? Забавно. Сильвия, ты ходила в полицейский участок покупать билеты? Да. Для Майкла и его девушки? Майкл, вы что, пойдете на танцы в полицию? Ой, позвольте, а куда же он исчез? И я не заметила, наверное, он поднялся, когда вы вошли. Сейчас я его позову, он... Майкл, все, подтверди. Майкл, Майкл. Мистер Беннетт, я вынужден претендовать на ваше внимание. Синьор Хуарес оставил записку своей домохозяйки, где он писал о своих намерениях. В три часа он собирался в банк, в четыре повидаться с доктором Джоном Марлоу, а затем он намеревался выехать за пределы Лондона. Он также просил хозяйку уведомить полицию, если не вернется к десяти часам вечера. При слабом сердце естественная предосторожность. Да, да, да. Но в этом случае, если он не вернется, можно будет предположить грязную игру, так сказано в записке. Извините, но мне пора. Нет, я прошу вас остаться, мистер Грэг. Но я не имею никакого отношения... Вы были здесь вчера вечером. Вы можете понадобиться в качестве свидетеля. Свидетеля? Инспектор, я вас не понимаю. После посещения домохозяйки полиция предприняла ряд шагов. Открылись странные факты. Какие же факты? Ну вот я надеюсь, что с помощью всех присутствующих мы и разрешим наше сомнение. Доктор? Да. Вы утверждали, что синьор Хуарес звонил вам из отеля «Белая лошадь». Да, он так сказал, за что. Да, телефоны отеля «Белая лошадь» не работали весь вечер. Между семью и десятью часами вечера оттуда никто не мог звонить. Ну, по-видимому, этот человек просто ошибся, называя место, откуда он звонил. Да, но в нашем городе он впервые. Как он мог так уверенно назвать отель, в котором никогда прежде не было? Ну, факт остается фактом, дружище. Он назвал его? Значит, он лгал. Ну, зачем? Все, что он хотел, это показаться доктором. Он не мог звонить. У него не было для этого времени. Я допросил водителя, который привез его сюда. Он вышел с вокзала вместе с пассажирами, приехавшими на поезде 7.50. И нанял первое попавшееся такси. Послушайте, инспектор, но мне-то звонили? Когда? Без четверти в восемь. В это время он был в поезде. Господи, да откуда вы знаете, где он был? Он мог приехать с более ранним поездом и звонить из автомата на платформе. Предыдущий поезд прибыл в 7.20. Что же он делал бы на платформе в течение получаса? А почему вы спрашиваете нас, инспектор? Нам ничего не известно о действиях этого человека. Он мог прибыть сюда на поезде в полдень или утром, провести весь день, занимаясь своими делами в Окенхэме, и возвратиться на станцию вечером, чтобы попасть обратно в Лондон вечерним поездом. Почувствовав недомогание, он позвонил доктору из автомата на платформе и затем позвал такси. Но мистер Беннетт, его хозяйка утверждает, что он не покидал своей лондонской квартиры до 7 часов вечера. Поэтому он не мог приехать в Окенхэм раньше 7.50. Понимаю. Мистер Грег, вы пишете детективные романы. Как по-вашему? По-моему... Перед нами загадка. Загадка. Человек звонит из такого места, где нет телефона, и в такое время, когда он там не был. Ну, я думаю... Ну, может быть, я сумею ответить за мистера Грега. Звонил не сеньор Хуарес. Звонил кто-то другой. И он просил отвезти его не в дом доктора Локка. Так в чей же? Ваш мистер Беннетт. В бой. Знаете, мне даже становится интересно. Да. Ну, мы сдаемся, инспектор. Так каков же ответ на эту загадку? Ответа пока нет, доктор. Просто еще один необъяснимый факт. А я вам могу добавить еще один любопытный факт для вашей коллекции. Когда этот парень позвонил, он начал говорить с оксфордским выговором, а затем переключился на латиноамериканский акцент. Так. А потом был второй звонок. Ну да. Звонил мистер Беннетт. Угу. И сказал, что кто-то скончался в его доме. Угу. Тут уж была абсолютная правда. Можете поверить мне, инспектор. Что бы ваш Хуарес ни делал вчера вечером, и куда бы он ни ходил, но в четверть девятого он сидел в этом кресле без малейших признаков жизни. Ну, 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 да. Да, это единственное, во что я верю всех событий вчерашнего вечера. Вы извините, доктор, но мне бы хотелось поговорить с мистером Беннеттом наедине. Хорошо, я удаляюсь. Я тоже. Нет, я предпочитаю, чтобы вы, мистер Грек, остались. Ну... Это ваш долг, мистер Грек? Вообще. Вы пишите о тайнах, а здесь тайны, и инспектор чует разгадку. Спокойной ночи, мистер Беннетт. Спокойной ночи. Ну, инспектор Какова же разгадка? А давайте спросим мистера Грега Почему Грега? Ну, потому что чем дальше разговор, тем больше нервничает мистер Грег Грег Вы уже поняли, кто такой Хуарес? Ну, тот, кто приходил сюда в пятницу? В пятницу? По какому делу? Не знаю, я ушел сразу, как только попросил мистера Беннета прочесть написанный мной детективный роман Инспектор При чем здесь мистер Грег? Да, с первого взгляда мистер Грег не имеет к этому никакого отношения Он всего-навсего повстречался с сеньором Хуаресом, ничего не зная о нем, о его деле Так зачем же вы его допрашиваете? А видите, он взволнован Я должен знать, почему Поэтому мне интересно все с той минуты, когда сюда пришел мистер Грег А пришел он попросить вас прочитать написанный им роман Так? Да О чем был этот роман, мистер Грег? Мистер Беннет, я... Вы должны объяснить инспектору Там говорилось о человеке, которого шантажировали, и он приглашает вымогателя в свой дом Незадолго перед тем, как тот пришел, он звонит доктору, живущему рядом И говоря голосом шантажиста, просит его принять Когда помогатель приезжает, он отравляет его, потом звонит доктору, чтобы сказать, что неизвестный человек скончался в его доме Оригинальная история Вчера вечером Скажите, мистер Беннет, сеньор Хуарес приезжал с вами познакомиться? Да Зачем? Шантаж Это вы звонили доктору Локу без четверти 8? Да Зачем? Хотел проверить план мистера Грега С целью убить его? С мыслью убить его И вы убили его? Нет Так Вы понимаете, что мне придется просить вас сопровождать меня в полицейском участке? Понимаю Понимаю Можно мне сказать два слова жене? Конечно Мистер Грег Просите вместе с Беннет зайти сюда Хорошо, сэр Инспектор Майкольм у телефона Пришлите машину к дому мистера Беннета на Лойд Роуд Немедленно Как? Что? Что так? Они установили? Вот Понятно Спасибо 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 Что произошло? Мистер Беннет Да Я должен вам кое-что сообщить Слушаю, инспектор Получив показания хозяйки Хуареса, наша полиция позвонила в Южную Америку, чтобы удостоверить его личность Эксперты вскрыли его труп Я могу ответить вам, инспектор Хуарес был начальником полиции в Гвалкадоре, послан к нам в служебную командировку А умер он естественной смертью Наоборот Его разыскивала гвалкадорская полиция из-за кражи полицейских протоколов Он приехал в Англию, чтобы шантажировать двух людей Он назвался начальником полиции Гвалкадора, чтобы произвести впечатление на свои заранее намеченные жертвы и уверить их в подлинности имеющихся при нем документов А вскрытие трупа? Его окровили Невозможно Он умер от сердечного приступа Я стоял на этом самом месте и видел, как все случилось Алло, да, лаборатория Говорит инспектор Марколь Я внимательно слушаю вас Ты звал меня, Андрюш? Да, дорогая Инспекторы, я поболтали немножко Я хотел бы, чтобы ты знала, что все будет в порядке и ты, ты не должна беспокоиться Андрюш, дорогой, как великодушно с твоей стороны Я никогда не сделаю этого снова И я заплачу им пять геней из своих денег и судебные издержки Понятно, понятно, это меня дело Не будешь ты так любезно объяснить мне, о чем ты толкуешь? Меня штрафовали на пять геней за небрежное вождение автомобиля Понимаю Но есть вещи и похуже, Силья А я так мучилась, боялась тебе сказать Боялась мне сказать? Мне очень грустно слышать Я ведь такой здравомыслящий человек, разве не так? Конечно же Да, конечно, да Да, я понял, я понял, спасибо Спасибо А, мистер Брэннетт Мы тут с вашим мужем толковали о человеке, который сварился здесь вчера вечером Мистер Брэннетт Я сейчас говорил с лабораторией при полиции Яд, который был применен, как показал анализ, оказался льгуалой Что вы сказали? Это южноамериканский экстракт, обладающий специальными свойствами И некоторое количество этого яда было обнаружено полицией сегодня вечером на квартире Джона Марлоу И при чем здесь доктор Джон Марлоу? Он был вторым человеком, который фигурировал в украденных полицейских протоколах и которого шантажировал Хуарес Хуарес был вчера у него в четыре часа дня А десять минут девятого он упал и умер здесь, в этой комнате Специфическое свойство игуалы Замедленные на несколько часов действия яда Боже мой Вы хотите сказать, что его убил Марлоу? Я хочу сказать, что доктор Джон Марлоу сможет помочь полиции, когда его допросят Эндрю, мне показалось, инспектор сказал Да, дорогая Тот смешной маленький человечек, который был здесь в пятницу вечером Да, отца которого я не знал А, это был не тот самый Хуарес, инспектор? Нет, нет, это не он Спокойной ночи, миссис Беннет Спокойной ночи До свидания, мистер Беннет До свидания, спокойной ночи, инспектор, и спасибо вам Но, может быть, вы все-таки придете на наш бал Может быть Инспектор, я провожу вас Ну, я так рада, потому что он был такой славный Человечек и говорил такие очаровательные вещи Эндрю, то он не понравился, конечно Итак, мистер Грег Я надеюсь, что ваше Пребывание в Африке окажется плодотворным Спасибо, сэр Вот ваша рукопись И предполагаю, что вы возьмете ее с собой и еще немного над ней поработаете Конечно, сэр Хотя основная идея хороша Мне кажется, роман следует укрепить достоверными фактами И обязательно сохранить это интригующее название Убийство без улик ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...